Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и я очень рада видеть всех вас на своем канале. У нас сегодня очень ходовое видео, тем более это видео вы просили сами снять, показать, рассказать. И таким образом я еще хотела с вами поделиться, чтобы вы больше знали обо мне, о том, что происходило в моей жизни, так скажем, 10 фактов о моем теле. И самое что чудное, до того момента, как Алена Веном сняла такое видео, у меня была идея снять видео еще в 2015 году, когда я начинала снимать на свой канал. И оно должно было называться «История о моем теле». Потому что у меня очень много всяких косяков с этим, и я вам хочу об этом рассказать. Я пересмотрела очень большое количество видеоблогеров, которые сняли на данную тематику, этих фактов, и поняла, что у меня один из таких, знаете ли, самых жестких. И это неудивительно, я даже умудрилась заболеть перед съемками, поэтому если вы увидите вот такой вот голос, ну такой слегка подсевший, я просто снимаю сейчас в данный момент с температурой, потому что я не хочу как-то затягивать и откладывать съемки видео, вот. Тем более, что данная тематика мне очень интересна, мне давно хотелось об этом вам рассказать. Итак, пожалуй, мы начнем. Первый факт. В детстве у меня были разные глаза, и мои родители очень сильно боялись, что они такими останутся. То есть это нормально, когда рождается ребенок, у него, например, там голубые глаза, а потом они начинают темнеть. У меня все было еще хуже, у меня один глаз, вот этот вот, он был карим, а второй был таким светло-голубым. И когда я начала взрослеть, ну я не знаю этого, мне об этом рассказали родители, у меня так получилось, что один глаз начал менять цвет, и они потом как бы выстрелились. Ну все нормально с ним было. Меня водили к врачу, врач ничего плохого не сказал по этому поводу, просто сказали, что ну вот так меняются глаза, и это не гетерохромия, которая как бы у некоторых слоев людей, она очень популярна. Это когда один глаз одного цвета, другой глаз другого, и ты получаешь с таким разноглазым человеком. На самом деле я считаю, что это очень красиво, кто-то считает это очень большим дефектом, но мне нравится, когда у людей разные глаза, это очень круто, и это очень круто выглядит. Хотя вот у меня в институте девочка одна была такая разноглазая, ее все дразнили, и она потом в конечном итоге надела линзу и ходила просто с карими глазами. Но, не знаю, мне кажется, что это круто. Когда я училась в первом классе, я еще ходила в музыкальную школу, по классу скрипки, и прямо перед тем, как выйти практически на летние каникулы, 19 мая я очень сильно сломала руку. Это произошло на детской площадке, и я полезла, знаете, вот такие, они и сейчас еще есть, вот такие паутинки, короче говоря, в которых ты лазишь, ну там можешь висеть, как обезьянка на них, короче, и так далее. Я залезла на самую верхушку, на самый-самый верх, а их два типа таких паутинок, есть, которые поменьше, есть, которые побольше. У нас паутинка, которая была очень большой, и, соответственно, я долезла до самого верха, когда я никогда туда не лазила, и просто мне бы хотелось попробовать. Первый раз я спрыгнула очень хорошо, короче, то есть мне прям понравилось, но второй раз я решила предложить всем посмотреть, там стояли мои друзья, с дома, короче, люди, и мама, короче, моя стояла, разговаривала с своими подружками. Так как я уже до этого спрыгивала, у меня руки были плотные, и когда я сидела на этой фигне, вот так вот, ну, держась, сказала всем, я говорю, смотрите все, сейчас будет просто круто, прямо вот вы сами это увидите, вот смотрите все. Ну, конечно, все повернули так голову, и в этот момент просто я, как бы, ну, задницу свою скидываю с перекладины, и у меня руки просто слетают с большой перекладины из-за того, что они были плотные, и я лечу, короче, мне казалось, что я лечу очень долго, и у меня там прям, ну, это секунда, она растянулась на очень долгий период, и так получилось, что я упала, то есть я летела вот так вот рукой, и когда я упала, я прям резко вскочила, ко мне все подбежали, начали спрашивать, типа, что с тобой случилось, как так, причем все были в таком шоке, и все сразу начали спрашивать, как у тебя позвоночник, как позвоночник, я говорю, при чем здесь позвоночник, а у меня рука прям в другую сторону, вот так вот смотрела, то есть как бы никак, ну, понимаете, да, то есть вот так вот, я говорю, вы посмотрите на руку, что с рукой-то, и мне начали в этот момент все мамаши вот эти вот подбежали, ой, дотянись до этого уха, дотянись до этого, дотянись, ой, ты сможешь дотягиваться, ну, надо же, а у меня боль такая, что просто, ну, ты стоишь в шоке, и ты не понимаешь, что происходит, где так настолько стремно, Что ты боишься личный раз что-то либо сказать Потом меня мама повела к врачу Который находится у нас в доме Она меня следила с самого детства И когда мы с ней поднимались на лифте Я маме просто единственную вещь сказала Слава богу, что экзамен по скрипке у меня отменяется Это была такая моя единственная радость После этого падения Потому что я знала, что скорее всего это жопа Далее мы поднялись к этому педиатру Она то же самое сделала Сказала, дотянись до этого уха Дотянись до этого В итоге пока мы дотягивались до всех ушей, которые у меня есть Рука стала еще больше в таком вот виде И мы поехали в детскую больницу в Тушино И сделали снимок И врачи просто офигели Реально у них такие были шары Когда они увидели, что тут раздроблено костью Очень жестко и очень сильно Меня оставили в больнице В конечном итоге мы простились в больнице с мамой Мне сказали, что меня кладут на 21 день И в тот же вечер, в ту же ночь У меня была операция Которая шла с 4 часа 4 часа собирали руку Короче, у меня вот такой гипс был Вот такой гипс Здесь была вот такая палка И около пояса У меня, короче, говорят, тут тоже было Все загипсовано Чтобы была такая подпорка, короче Мне уже тогда сказали, что кость растает неправильно И что, скорее всего, можно как бы будет сломать ее еще раз Прикиньте, мне такое сказали Через 2 недели мне опустили руку С такого положения вот на такое Просто был обычный гипс здесь И у нас уже были куплены билеты в Ростов Бабушке мы уезжали Потом мне его там сняли И очень долгий период я разрабатывала руку Потому что, когда мне сняли гипс, я ее фактически не чувствовала То есть, представьте, когда у вас рука находится целый месяц в гипсе Это жесть на самом деле С тех пор у меня с рукой небольшие проблемы остались, конечно же У меня здесь есть шишка от того, что она неправильно срослась И переделывать я ничего не стала Потому что личный раз обращаться к врачам я не хочу И мне, в принципе, все устраивает Я думаю, что я могу прожить жизнь с такой рукой В принципе, ну, подумай, что шишка какая разница Третий мой факт Это история про копчик Это случилось где-то во втором или в третьем классе Я уже не помню Это произошло на зимней горке И я получила трещину в копчике Я никогда не знала, что можно так круто разбить свою пятую точку А лед У нас около дома была очень крутая горка С очень крутым спуском Где даже горнолыжники тренировались и учились кататься И мы там очень часто катались с моей подругой Все было бы прекрасно, если бы мы не поехали паровозить Друг за другом, короче говоря Впереди меня сидела моя подруга на санках Сзади сидела я Там еще какие-то ребята ехали спереди А так как горка была очень широкая Соответственно, кто-то пилотировал вот так вот сбоку И они врезались в нас То есть получилось вот так вот от удара Меня откинуло назад И откинуло на вот такой вот острый край льда И именно пятая точка Когда я встала на ноги Если честно, я... Ну, не то, что у меня, как говорится, знаете, искры там и так далее Мне казалось, что у меня просто зрачки от боли выпадут Потому что это было настолько больно И ты понимаешь, что ты не можешь разогнуться, ты не можешь ничего сделать Ты не можешь нормально ходить И с тех пор я периодически мучаюсь болями Потому что когда меняется погода и еще что-то Слава богу, там не было перелома Там была трещина Достаточно было полежать какое-то время То есть нельзя было сидеть И нельзя было долго стоять Лежать можно было Ну, сейчас уже, слава богу, это меня меньше тревожит Но иногда, конечно, бывает неприятненько Четвертый факт У меня аллергия на морскую воду Сейчас многие скажут, типа, как тебе не повезло Это же на море, нельзя купаться в море И сейчас так море, я как-то равнодушна Единственный момент, это то, что я люблю фотографировать море Снимать море Фоткаться на фоне моря и все И когда я плаваю в соленой воде У меня на плечах, именно на плечах Начинают появляться волдыри Ну, такие прыщики, которые дико начинают чесаться И вот приехали мы на Кубу на месяц Первый раз, когда я пошла купаться в Атлантический океан Я поняла, что я долго там не просижу Потому что у меня дико начали щипать плечи Именно плечи почему-то И спина После этого мы с мамой вышли Она увидела меня Увидела, что все покрывается пятнами Слава богу, там были специально такие душевые Где можно было полоснуться после соли И меня мать просто силком потащила смывать эту соль Ну, рассказ о моих легких Это пятый факт Несколько лет назад, когда я еще здесь не жила Жила в другом месте Я очень сильно, мне кажется, на нервной почве заболела воспалением легких Именно двухсторонним воспалением легких Это очень грустная история в моей жизни Которая связана с многочисленными травмами Это был период, когда у меня страдало полтела Когда-нибудь, возможно, я вам расскажу об этом Пока что это как-то очень глубоко во мне Я еще не готова так делиться Я подхватила болезнь Я думала, что это обычная простуда Что это обычный грипп Я пришла домой Выпила все таблетки Потом легла спать Мне стало легче Вроде все хорошо Потом прошло два дня Дело пошло на поправку И после этого меня резко накрыло Накрыло до такой степени, что мне стали отказывать ноги Вставать было нереально Потому что, чтобы встать в туалет Мне нужно было брать клюшку Как это бывает у старушек Знаете, вот такие вот Потому что иначе я вообще не могла ходить У меня не было никакой опоры Потому что в первый раз, когда мне нужно было встать И налить 7 таблеток Я не смогла встать Я упала сразу с кровати И лежала на полу, наверное, где-то Ну, может быть, полчаса Никого дома не было В принципе И никто мне не мог помочь Этой болезнью я залетела в больницу На 2,5 месяца Вот такая вот грустная история На фоне этого Это шестой факт На фоне этой болезни Когда меня выписали Уже в конце мая То есть, как бы в марте я попала В конце мая Я начала лысеть Я начала лысеть именно от тех антибиотиков Которые мне вкалывали на все протяжения Когда я лежала в больнице И это настолько страшно Когда ты просыпаешься Моешь голову И у тебя вся ванная в волосах Она забита просто вот именно Тыми волосами Когда ты просыпаешься У тебя на подушке остаются твои волосы Такая целая капна Ты просто с подушки вот так собираешь Это просто жесть Я думала, что все Что я полысею Уже конкретно И я начала пробовать Пить всякие таблетки для волос Там еще что-то Еще что-то И, вы знаете, подействовало И стал так Такие вот маленькие Они начали отрастать Было так видно Они как ежик Прям там И с тех пор я периодически Пропиваю эти таблетки Потому что я очень боюсь Что будет повторение Всему этому Но это на самом деле Тоже очень страшно Когда в таком подростковом возрасте Начинаешь лысеть Это просто жесть Седьмой факт Я очень не люблю на своем теле Серьги Украшения Я стараюсь ходить без этого всего Потому что я очень не люблю Когда что-то мешает И то же самое с серьгами У меня проколоты уши Я очень редко Но надеваю серьги Либо для каких-то фотосессий Либо для каких-то мероприятий Но по дому В обычной жизни Я, конечно, не хожу Восьмой факт Мой рост 164 сантиметра Вес постоянно колеблется От 47 килограмм До 49 То есть это в зависимости от того, что я ем Я очень быстро худею Я очень быстро сбрасываю И очень быстро поправляюсь То есть У меня, знаете, вот иногда Плотно поешь И ты прям ощущаешь Тяжесть в своем теле Такую нереальную тяжесть И ты не знаешь, что с этим делать А потом перестаешь, допустим Плотно питаться И прям, ты чувствуешь Как ты худеешь Прям вообще У меня была анорексия Я не специально это все делала Я стараюсь не сидеть на диетах А по поводу анорексии Я хочу сделать отдельное видео И рассказать, как вообще В эту ситуацию не влипнуть Потому что Ну, я весело 36 килограмм До такого Запустила свой организм Что я весила 36 килограмм У меня были ноги Как палочки Ноги, конечно, выглядели Офигенно И это прям вот прям Это прям идеально Это то, что можно было Быть в своей фигуре Но чувствовала я себя Просто кошмар Мы слегка выбиваемся С вами из графика У меня просто фактов больше Чем есть для этого тега Поэтому я постараюсь Побыстрее его закончить Десятый факт У меня есть очень необычные Родинки на правой руке Опять же Правая рука Я, когда была маленькая Я их не замечала И мама Потом мне рассказала Что это по наследству Переходит Такое скопление родинок Я очень любила Лазить по шкафам У родителей И один раз Я прищемила себе руку И чтобы посмотреть Что случилось с рукой Короче, а мне было лет пять И я обратила внимание Что у меня на руке Дочки Такие вот Их очень много было И мне казалось Что они произошли Именно от того Что я прищемила Короче себе руку На самом деле Потом мне мама Это объяснила И рассказала Что это не от того Что я прищемила себе руку Это просто у нас По женской линии Есть именно в этом месте Ряд родинок Одинственный факт У меня аллергия на родбонд Это такой материал Который используется В строительстве Аллергию я заработала Себе ужасную Просто ужасную Она называется Крапивница Это когда ваше тело Покрывается вот такими пятнами И оно дико чешется Я просто прожила В квартире В которой стоял родбонд Мешками Некоторые были замешаны Некоторые нет Я понимаю Что это дико звучит Но у меня был Такой период жизни Так как две недели Там стоял родбонд Который никуда не девался Эти пятна Начинали высыпать Высыпали они жутко Они жутко чесались И с каждым разом Было все больше Больше и больше То есть ты просыпаешься Весь в пятнах И к обеду Они у тебя проходят И ты такой Ну ладно Ну конечно Мне пришлось ехать Поехать к дерматологу И она сказала Что это крапивница Выписала таблетки Действительно Они ей помогли И я теперь знаю Что у меня дома Должен быть порядок Потому что Любая вот такая вот Пыль, сыпь Она может снова вызвать Эту крапивницу Поэтому в принципе У меня есть аллергия на кошку Когда я долго тискаю У меня может здесь появиться Или здесь Или здесь Но обязательно это происходит На лице Именно такие Волдыри Которые чешутся Но они быстро сходят Двенадцатый факт У меня остеохондроз Полученный после травмы Позвоночника Который я получила в ДТП Я не знаю Рассказывать вам об этом Отдельно или нет Это очень долгая история Но я могу сказать одну вещь Это я знаю на 100% Что остеохондроз Можно заработать После травмы И я об этом Теперь знаю И раз в два года Спина меня обязательно мучает Я не могу встать Я не могу вот так вот Поднять руки Это начинается Дикая боль в спине Я стараюсь заниматься Ну всякой такой гимнастикой Знаете Потому что Надо как-то разрабатывать спину Если И да Вот что Когда я тут долго сплю Если я вдруг Сплю больше там Пяти часов У меня начинает Прям как будто Позвоночник отекать И когда я стою Это конечно Просто кошмарно У меня просто У меня создается впечатление Что всю ночь я не спала А ворочала мешки И он как бы Знаете Он как сталь Тоноится Позвоночник И приходится как-то так Плавно Тринадцатый факт У меня Был сломан нос Он даже здесь кривой Я как бы Ну не скрываю этого Вернее Не сломан Там была такая Нормальная трещина Но она была У меня не было ни гипса Ничего Нос росся так Перегородка не пострадала Но Кривоватость Она появилась Также в этот факт Я хочу внести то Что У меня трещина в ребре была И у меня было сотрясение мозга Это все Я отношу в один факт Потому что это все было на фоне Одного человека Но чтобы не пугать публику Я скажу то Что мы просто дрались Это очень страшный период В моей жизни И я не хочу сейчас запугивать Ими вам Что-то рассказывать Просто Ну так получилось Сейчас уже такого нет К счастью Сейчас я уже счастливый человек И у меня совершенно другая жизнь Четырнадцатый факт Я очень мало сплю Это действительно так То есть Я могу например Поспать 40 минут Как вот я рассказывала Во влогах И куда-то поехать Мне просто очень жалко Тратить время на сон Плюс у меня позволяет Организм мало спать И я считаю Что если организм позволяет Мало спать То почему бы и нет Но если я очень сильно устаю Я могу проспать 12 часов Это бывает очень редко Я как бы тут не буду вам врать Но бывает В основном я сплю Четыре-пять часов Иногда три При этом Я давно заметила Что чем меньше я сплю Тем у меня бодрее организм Вот как-то так И последний Пятнадцатый факт Спасибо что вы все это Выслушали Еще на плече у меня Есть небольшой шрам Но об этом я вам Когда-нибудь попозже Расскажу Потому что история Очень грустная Мне кажется что Половина всего того Что со мной Происходило С моим телом Это из-за неправильно Выбранных людей С которыми я когда-то Раньше общалась И имела дело Поэтому я очень вам Настоятельно советую Всегда Обращайте внимание Какой человек С кем вы дружите С кем вы общаетесь С кем вы хотите встречаться Иначе могут быть Очень плохие последствия Несмотря на то что я болею Мне очень понравилось Записывать это видео И я уверена что Даже мои друзья Которые смотрят Это видео Не знают Это половина фактов Поэтому Я для вас Сейчас раскрыла Просто Часть себя Того чего я Не рассказывала Очень многим людям Я надеюсь Это видео вам понравилось Встретимся очень-очень Скоро с вами Я всегда ваш огромный Наташа Я вас всех очень люблю Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok